давайте я покажусь все таки здравствуйте что сказать во первых хороших выходов воскресенье сегодня знаю на какой территории кто находится но сейчас мы находимся в чикаго за окном яркое солнце сколько время 10 30 если 40 утра у нас рекордные отметки на градусники то есть температура превышает все рекорды чуть ли не 100 лет не давности порядок цифр и где-то пока сколько 58 это сейчас это примерно градусов 14 15 но будет 20 вчера было 20 то есть у нас уже американцы не такие они все ходят в шортах если только будет уже плюс 3 4 поскольку зима сами понимаете 17 февраля но вот это было вчера сегодня и будет продолжаться еще несколько дней а потом опять вернется где-то там к нулю ну плюс 2 плюс 3 но тем не менее это уже серьезно друзья давайте канал будет открыть короче говоря у нас тут будет танцы серьезные какие-то вот такие вот вещи других комнатах правда на английском языке будет все вестись вот эти то что называется виденск акаши чтение таро будет но кто пожелает но теоретически мы можем поднести туда компьютер и попробовать с переводом это все сделать я правда не знаю эти условия если честно поскольку этим занимаюсь ли я я так сказать несмотря на то что я сам как бы руководитель этого центра сам гейтс но тем не менее вот этим событием руководил как раз таки не я было в планах у меня так рассказать кое-чего там про едино может время судя по всему нету так что это будет другой раз ну а пока раз обещанная нумерология ну задавайте в чате вопросы вот включая предназначение отключая способности если ну в частности поступает мне вопросов могу ли я заниматься тем и тем ну скажем если я так вот чувствую что у меня есть какая-то интуиция и все остальное могу ли я к примеру участвовать в стак маркет или бирж трейдить могу сказать да потому что если есть интуиция вы как бы интуитивно чувствуете куда она идет вместе с теми знаниями которые вы могли бы приобрести это дает возможность получить получить альтернативные ну какой-то скажем возможность работы и заработка дети рождаются вот такого такого числа ну с точки зрения астрологии нумерологии это очень очень важный момент потому как как по-другому надо знать куда детей-то направлять а то вот так вот над на направление туда и мы стали кто-то простыми советую как я советский инженер в котором я ну где-то конечно работала по распределению будущих советском союзе но здесь сто лет никому не надо эти ромбики которые там у кого-то были вообще дипломы сами по себе никому не спрашивают и можно сказать что ты закончил самый гарвардский университет но я не поверят американцы они такие и покажи что ты действительно там знаешь разбирайся и всего сразу примут на работу вот если тебя попросят диплом ну кто-то попросит диплом а у вас его не будет вас выгонят моментально вот что хорошо защита здесь просто потрясающе тебя защищает со всех сторон страна защищает защищает система юридическая защищает да но только не нарушать закон а все основное наездов здесь нету но если не в мафии конечно то наезды здесь как и китков по-русски так этого нету так что я интересная вещь вообще-то говоря в планах есть этика вот смотрите я получил образование в высшем церкви я получил образование здесь все не может я получил образование получая продавание на востоке а там вообще мир другой то есть как говорил райкин первым делом пройдя на производство забудьте все то чему вас учили в институте кстати права толку с этой про теории которая совершенно другая чем практика но если говорить о востоке это там вообще все не так и все не то правда сейчас и восток индия в частности я приезжаю туда я хожу в их одежде а они ходят там себя на месте в нашей церилизованной костюм ну я понимаю на официальных приемах но мне там удобно ходить так сказать той одежде почему им было удобно раньше теперь стало неудобно не знаю но вот это мир такой у нас изменчивый да так мне кажется было бы интересно говорить об образовании вот образование вот к чему нам надо образование могут прелюдия предисловия вы знаете народ сейчас у нас собирается но сначала на самом деле в один часов то есть в один часов кто-то будет приходить какие-то люди на какие-то сервисы повторяю это события в основном английском языке происходит все таки мужчин спросите все юных штатов поэтому мы должны соответствовать и мы все делаем на английском языке но тем не менее общаясь на скажем по советское пространство видео передачи я там родился и никогда это не то что не забуду я всегда буду принадлежать россии я родился в россии беларусь где я прожил практически ну вот а здесь 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 другая жизнь но есть что чем сравнивать это интересно поверьте и если кому-то это интересно я могу поделиться причем проходя все этапы так сказать с нуля и обладаю все-таки возможности сказать что я человек объективный и не буду притягивать за уши то что мне нравится то что мне не нравится я уже давно из этого возраста вышел нравится не нравится это не имеет никакого значения никакого отношения к тому что на самом деле происходит это свойство нравится и не нравится это свойство материи я имею ввиду радиослушатели вы дорогие друзья люди продвинутые я помню серьезно раз вы слушаете эти программы канал вы знаете о том что мы все-таки существа духовные поэтому ну вот то что внутри говорят и как это нам помогает вот это на мой взгляд самое главное давайте я чуть-чуть отвлекусь от всего этого оставлю вас с вопросами задавать в чате наверное нет смысла я имею ввиду голосом поскольку тогда будет конфликт и он уже есть вот у меня второй монитор я вижу где я сам себя но это неправильно поскольку там по моему звук и это будет мешать когда будет записи а может уже и сейчас мешает если да вы напишите кстати там что-то мешает если не мешает ну слава богу не вижу вот ну ставьте свои даты будем просматривать это все я достаточно хорошо умею считать в уме всю жизнь имел и еще не потерял такой способности поэтому компьютер он помогает но не обязательно и опять же все время у нас лимитирована мини какие консультации пожалуйста задавайте ваши вопросы буду рад ответить ну что периодически буду приходить периодически буду проверять проверять сколько у нас людей на связи и какие есть вопросы в деле на связи немного вопросов тоже ну вот не написали правда на телефон о том что будет вопрос из израиля женщина родился ребенок ну и вот вопрос кем будет мальчик на самом деле есть такое на санскрите слово называется дарма дарма но это предназначение человека и когда-то было время когда люди хотели это узнать а это никак не было с бухты барахты вот я так думаю мне так кажется и она идет как она идет и ребенка записывается в разные кружки вводит на разные какие-то секции знаете один раз у меня в эфире на живом радио выступал достаточно известный человек и и мы открыли линии и вот телефонные линии горели все одна просто вот и было семь линий они все горели течение всей нашей передачи потому что людей интересовало ну кто они что они хочу вам сказать что в общем то как знаете любви все возрасты и поклоны короче говоря меняться и учиться никогда не поздно и причина здесь одна кто-то говорит а зачем мне учиться там 50 лет 60 70 вы знаете здесь есть случаи когда 80 восьмидесятилетние люди там какая-то бабулька я читал давно правда получила диплом 82 года но нафига я диплом 82 года элементарный вопрос и это уже в общем то совсем другом состоянии уже скоро можно находиться вы знаете какая вещь это не об этом не говорят западная культура об этом не говорит об этом не изучать поскольку нету понятия души а вопрос заключается в том что эволюция страсть к познанию стремление что-то знать новое это потребность не тело это потребность души просто тело диктует свое если поехать то куда поехать ну знаю на море поехать американцы любят ездить зимой сейчас зима у нас по сути дела ну мексику а там всегда тепло ну или в майами там всегда тепло ну окей это нет проблем с этим пожалуйста не вопрос но ведь кто-то может поехать скажем там ну знаю в индию он тоже кстати тепло более того там очень не очень жарко но не для того чтобы погреться а для того чтобы что-то узнать то чего ты не узнаешь здесь походить там где ступала ногами человека как ни странно вот поэтому то время когда люди стремились узнать они консультировались со специалистами эти специалисты и тогда и сейчас они назывались астрологи нумерологи психологи и так далее вот вы знаете до сих пор есть люди и мне надо делать никаких астрологических там вычислений и не надо значит дату рождения знаете я был сам я был и не один раз я был я был в индии в одном месте затерянном селении но там живет один из хранителей скажем гороскопов вот есть там практика читания на пальмовых там листах то есть я приехал ну там составе делегации группы я знаю мне три секунды посмотрели на руку посмотрели просто на руку спросили дату рождения потом поднялись достались полки папку из папки вытащили лист на соответственно том языке и начали мечтать начали мечтать мой гороскоп один в один но как это может быть но это же не человек не составил гороскоп сегодня составляю там дата рождения вместо рождения время рождения и масса других всяких дополнительных вопросов шертификации когда там ничего не спрашивали а там просто читали что есть там люди короче говоря которая посмотрит на вас и они скажут что вы что вы какие у вас болезни чем вам надо заниматься как вам надо лечиться и так далее и так далее удивительные вещи вот у нас мы все знаем наш современную медицину а там есть понятие аюрведа аюрведа вот все многие считают точнее о том что аюрведа это такая как бы медицина это это правда но это не просто медицина это просто ну скажем так понимание того как надо себя вести чтобы не получить болезнь у нас же болезни лечит а есть возможность их не получает все лечит тогда если мы их не имеем то есть совсем другой подход на востоке частности когда-то даже в китае указ издал о том что врачи получают зарплату если у них пациенты не болеют а у нас как у нас же все наоборот врачам выгодно чтобы мы болели иначе как бы они будут зарабатывать свои деньги особенно здесь это очень и очень серьезные деньги они зарабатывают но вы понимаете страховки медицинские где там совершенно блестящие адвокаты будут вас защищать а врачи эти которые тогда совершают ошибки здесь и здесь как и везде все бывает и ногу отрезают не ту которая надо по ошибке отрезали эту ногу всего лишь правильно ну они так сделают так что в общем-то все было нормально все закрыто и так далее для этого и нужны адвокаты для этого эти врачи платят эти миллионные страховки эти insurance для того чтобы себя защитить понимаете она это надо заработать ему и принимает по 20 30 40 50 пациентов как можно принять 50 пациентов ну как можно вот я делаю консультацию ну как минимум час она должна занимать больше на самом деле не надо к ней еще готовится это не знаю анализ со всех сторон это надо полтора часа еще анализа человек приходит и задает массу вопросов и надо просмотреть все потому что это не просто человек изолированы от всех и вся даже очень просто вот смотрите мы мы же не изолированная система от природы да это мы так думаем но мы нас называем мы себя должны называть или это называют нас это мы это система которая называется микрокосм а если еще макрокосм так вот мы песчинка в этом макрокосме это все энергии которые вокруг нас и мы должны соответствовать этому иначе это как раковая клетка когда одна против всех если не мобилизоваться то это будет плохо короче говоря идея заключается в том что познание эволюция это то для чего мы пришли в этот мир и как бы это полезное полезно иметь представление о том кто мы есть чем нам надо заниматься и и вот по системе знаний лидической скажем системе человек который стал на определенную ступеньку он с нее уже не падает если даже он умирает внутри субстанция она она переходит следующее воплощение и мы идем уже с тобой место в которое мы в предыдущем подошли это то что в номерологии называется кармическое что я вот так называю или число это очень интересные моменты о которых не все конечно на западе знают для этого дорогие друзья мои ведем нашу программу для того чтобы дать эту информацию вот другой вопрос как ей пользоваться и захочет ли человек пользоваться этой информацией вы понимаете вот тут интересная штука получается это уже идет скажем так философия мы не должны быть от течь или зависимы от того как нас будет воспринимать это очень буду то есть грубо говоря по барабану должен быть грубо говоря то есть какая разница кто и как нас воспринимает нам надо сделать дело свое если мы будем зависеть от окружающей среды и только от нее тогда мы плывем как щепка по течению течению можно быть как щепка но было бы лучше и эффективнее помогать течению не надо плыть против течения вот это интересная вещь для этого надо иметь информацию вот эта информация должна перевариться она должна применить причем по ведической системе желательно применить применить то чего ты изучаешь 108 раз это сакральная цифра это сакральное число 108 12 на 9 бусинки вот видите это рудракша называется то есть ну или мало четки русские вот эти четки они состоят из 108 бусин ну сейчас не будем время не для того чтобы объяснять какую-то другую передачу если интересно тут я расскажу об этом но перебирая вот эти вот бусинки люди читают так называемую мантру ну молитва у каждого у каждой конфессии своя свои молитвы свой бог кстати вот причем этот бог вот тот который надо бог а все основное это категорически неправильно я помню беседовал со мной очень хорошая знакомая это было 7 8 и я рассказываю вот она она не создает вопрос беды какие беды что за беды знаете как нет бога кроме бога и могу меня пророку так вот она жила много лет в израиле переехала сюда советские соединенные штаты но всем вот восприятием кстати не еврейка чисто русские но столько лет провела в израиле приехал сюда я рассказываю вот как пришли беды ну то есть всю предысторию там я не рассказываю но вот как оно пришло к нам на землю то есть бог ра ну солнце наверно многие знают и вот вот так по цепочке все это происходило называется парампа и знание передается по парампой это цепь наследственно наследственная то есть ну скажем там от дедок отцов отца к сыну от сына и так далее вот так одно от учителя к ученику короче вот таким образом передавалось знание строительства когда-то это гильдия каменщиков и строителей было то что сегодня называется масонами вот как строить вот эти сооружения с помощью всего лишь карандаша циркуля линейки ничего там нет каких компьютеров не было и строили и строили на века и строили просто совершенно гениальное невозможно сегодня это построить как же они строили так вот я не рассказываю о том что вот эти знания пришли его братом дальше 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 не будущее давайте она смотрит на меня масло ты чего совсем обалдел какой бог ра какой бог солнце ты чего то есть там вот там вот той конфессии есть только вот вот других нету вопроса вообще слушайте а что было до порой допустим до библии ну что было мы что-то сбыл почему-то только корана самая молодая конфессия из всех а что было раньше вот ну не знаю я еще раз я приехал туда и мне стали рассказывать я помню зашел магазин это было в ришикеши ришикеши это очень интересно один из кстати святых городов на земле и старых у подножить гималая вот и там зашел в магазин и я посмотрел книга есть такая бога вот это называется хагаватскими а такого я вообще знаете раньше то я не знал но я как-то вот готовился поездки я слушал эти звуковые файлы книгу это потом читал и такого количества этих хагаватгит в разных сочетаниях в разных тонненькох накатонник одна тонненькох с переводом и вот скажем там интерпретации делал том что это все интерпретация я не видел вообще и не слышал даже что такое есть это единственная книга в мире которая приведена на такое количество языков почему именно эта книга тогда в таком случае а там описывается очень интересные вещи там описывается время которое было задолго то вот этих вот слов божий то есть там описывается о ведах то есть там идет речь о событии которых было пять лишних тысяч лет тому назад ну а сколько тогда лет в конце концов конфессия христианству сколько лет мусульманству когда в том случае иудеи действую пять тысяч на прошло но там записывается время значительно раньше почему мы это не принимаем во внимание потому что мы не верим в это потому что у нас памяти не хватает потому что книжках это не написано не знаю я для себя взял принцип сократа я знаю что я ничего не знаю это слышали все правильно речь идет о том что это не то что я дурак я ничего не знаю не хочу об этом знать вот так сегодня в основном люди не знаю не верю не это все на понимаете здесь речь идет вот о чем я знаю что я ничего не знаю то есть человек допускает что он очень и очень мало знает считается что мы будем всегда оставать от чего-то нового то есть нет ни нету людей на земле которая будет идти в ногу с буквально совсем то что происходит ну говорят о том что вот ломоносов это кида соответствует буквально всему тому чего вот было все то чего открывалась он был эрудитом то что сегодня на всех областях и отраслях так говорят еще где-то кто-то пишет не знаю кто эти исследования проводят дело не в дело в том что допустить то что мы ничего не знаем это было бы логично и правильно и почему а вдруг ошибемся ведь вот там внутри там не ошибаются арбит на материальные аспекты я прав я не прав там есть только любовь и больше ничего не больше на себя права причем больше не мужчине к женщине или к родине или еще того лучше партии правительства любовь и в другой душе и любовь ко всевышнему поскольку как все вот эти вот души это все мы да это все вот так части крупицы этого всего целого то что мы понимаем да и вот так говорим сократ и потом я стал говорить сам ну для себя такой даже по сравнению сократ но дело не в этом дело в том что он добавлял еще одну вещь но я хотя бы это знаю вот здесь опять же психология очень тонкая штука на которую люди не обращают внимание ну вот якобы много лет занимаясь селетия психологии вот я анализирую вот именно вот эту фразу она мне говорит вот в дополнение у меня есть возможность узнать а если оставлю вот эту вот часть вторую часть оставлю просто я знаю что ничего не знаю но тогда или на диване ничего не знаю но недоступно но тупое тупое ну вот просто глупые тупой и время моё и стекло ну а после меня хоть потоп мы все умрем вот и так далее был такой человек вы свалять игрок и вот у нас там сидят люди в офисе других комнатах они занимаются чтением акаши акаши это эффектный слой где хранится информация кто-то имеет доступ от эдра кейси он имел доступ и он почему-то отличался необыкновенной точностью прогнозов почему потому что он брал ту информацию сверху из этого слоя и и рассказывал об этом а поскольку там хранится информация которая обо все обо всех нас от нашей жизни как просто так и будущее то естественно это правильная информация но таких людей не было таких людей было на единице скажем так а и сейчас мало но сейчас все таки люди получили возможности общения и кто-то наверное имеет доступ к этим слоям эфирным акаши и там значит я не верю в следующую жизнь а почему сюда эдвард кейси и видел эти прошлые будущее жизни но не верю кому-то этого будет лучше я не верю а если там есть информация которая тебе может помочь ну вот есть такая информация ну так я бы сказал так опасно об этом я говорил в других программах которые отдельно но еще раз пользуюсь чем народ пользуюсь тем что ну как ко мне лично нет клиентов да я собственно говоря этот спонтанно как бы попросили я добрый день дорогие друзья i'm back задержка некоторая я смотрю видео с тем как я сюда пришел я смотрю больше людей появилось на у нас на связи повторюсь еще раз у нас сейчас будет совсем скоро будет уж не знаю как увидите вы или нет не знаю попробуем танцы то есть у нас тут все что хочешь есть него такаши и номера номерология то что я делал брал и и у нас будет сейчас dance class dance вот молодые ребята американцы они будут проводить классно желающие будут так делать так пока много людей у нас великолепнейшая погода то есть люди наверное на улице поскольку посреди зимы под около 20 градусов тепла это конечно это конечно не сидеть в помещении так что ну еще раз я буду не знаю почему вы не пишете не задаете вопросы по поводу все понятно ну здорово если нет тем не менее задавайте вопросы попробую ответить на эти вопросы в комнате я не вижу что кто-то писал но по нумерологии пожалуйста вот я жду не должен поступить еще вот один звонок где попробую ответить если мне разрешат чтобы вы знали о чем идет речь и как это все анализируется ну давайте я пока мы еще не начали танцевать вкратце расскажу о чем идет речь то есть ну так сказать разбираясь в нумерологии и в астрологии немного я пришел к выводу что сегодня время такое все должно быть очень и очень мобильно то есть нет времени слушать длинные долгие рассуждения как что почему кто ты что ты и так далее сегодня все процент очень быстро просто ответа вопроса время мало так вот с точки зрения нумерологии совершенно конечно очень грубо очень так сказать примитивно по сравнению с астрологией но тем не менее но вероятность правильности достаточно высока поэтому что можно сказать наша жизнь делится на две части в первой половине нашей жизни мы живем с днем нашего рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 все больше нету 10 нету 11 нет 12 нету потому что идет сложение этих цифр и максимальная цифра 9 минимальная цифра 1 ну так принято считать это пифагорейская нумерология это нумерологи это многие называют александрова но в разные подходы я хочу сказать что от астрологии осталось очень и очень много проект предки нам составили знания наследие очень много литературы на самом деле очень много ну как всегда все делится скажем нету единого целого и неделимого сегодня так сегодня живем к сожалению в калию то есть одна система противоборствует противодействует другой но вот имьянда то есть черная белая мужчина женщина земля небо и земля там две системы две цивилизации две цивилизации можете представить одна дровидийская цивилизация была одна лимурийская цивилизация вот одна была технократическая вторая была гуманна люди знали что это духовная вторая технократа вот сегодня аналог вот это вот там внутри там где-то вот у нас там другой параллельной реальность по земле вот это вылетает вот эти вот аналог они не из других планет на самом деле они просто другая концепция другая концепция создания мира создание вселенной которые нам непонятно западу ведах это все описывается так вот там нету души там есть просто тело но из возможности и очень и очень серьезная возможность технократические как возьми японцы японцы технократическая нация я не знаю как сейчас но наверное мало чего изменилось но когда-то по количеству самоубийц в мире япония занимала первое место пони первое место вроде бы все есть да а почему потому что человеческого импульса души там нету то есть вот все так это прямолинейно квадратный гнездовой способ и так далее в компьютерах это здорово и замечательно души там нету правильно машина здорово и замечательно но пока туда не сядь еще не поедет верно хотя там делают беспилотные машины и так далее но это все равно не то вот как если мы говорим о вот этих вот цифрах об этих двух периодах жизни то бывает что не совпадают то есть детстве про одинаковые это означает человеку отведено целая жизнь на познание этого урока а уроки нам всем надо проходить проходить эти уроки надо ну так как это определено человек определять ну там где-то законы есть как-то крутится же в небе какие-то там звезды планеты и так далее ну вот как таким образом звезды зажигается наверно кому-то это надо так вот там на востоке мне это сказать объяснение объяснение там есть очень интересная вещь я был свидетелем я сам переводил там была одна пара интересная из украины они владеют бизнес и в астрологии есть такое понятие называется прошло прошло это астролог медитировать по вопросу по характеру вопрос он может дать ответ он берется у меня ура вот у нас бизнес и три партнера и вот еще два партнера вот у меня есть такое впечатление спрашивает вот этот хозяин что один из них 4 ну в обману который из них тот астролог задает вопрос а как их зовут называет именно он посмотрел и говорит вот этот вася тут смотрит на жену они так и думали ну все тогда они уже знают о чем идет речь то есть мы можем думать что хотим правда или нет неправда не цель не было жарить и качестве этого вероятно сушить не будет было бы неплохо посоветоваться с кем-то со специалистами будем так говорить которые нам это подтвердят или не подтвердят вопрос вот но главная информация зачем идет до 2 а вот мы хотим еще один бизнес открыть ну могли ребята и толковые бизнес идет полным кодом открыть бизнес этим ну вот два варианта первый вариант если расходит авто дилерскую а вторую второй вариант отель вот ну тут и говорит я не помню что они опять переглянулись и видно было о том что они как раз тоже интересно ну и соответственным образом они всем дают и кем дают и первого вопроса мы лично было вопрос зачем так сказать заниматься и чё делать ну и один из этих астрологов мне понравился молодой парень но очень и очень толкового мне его представили как такого человека который ну очень bright smart то есть очень мудрый несмотря на возрасте он не говорит а вы не пробовали работать в школе я говорю школе качество учителя это уже много так сказать позже занимаясь нумерологией вот этими всякими вещами я стала разбираться в этих и поскольку вот опять же возвращаясь нумерологии я родился скажем 30 числа 30 тройка тройка это юпитер а юпитер это гору а гурн это учит то есть не все не так но то этого он не смотрит на это он такой шаманик прошли делать я говорю учителем и он не отвечает нет почему я то знал что я могу как бы обучать я продолжаю обучать президент скажем так не одной компании вот у меня еще есть компания очень серьезная по бирже наверно вы знаете как-то это особо не афиширует так он говорит мне принципу принципа это директор директор и вот мне вспомнилось одно очень классное кино которые все естественно видели и слышали я вижу там вопросы есть но я сейчас посмотрю то есть кино называется доживем до понедельника хочу сказать что я помню абсолютно все фильмы независимо от того когда они были ну лет 40 точно помню фильм всех актеров которые там играли по именам и и так далее я помню диалоги так вот в одном из в этом фильме был диалог такой а когда мельников может персонаж а играл его тихона обращается к директору говорит слушай отпусти меня вот он говорит чё маску посреди учебного года а кем я заменю ты не подумал замени собой один факультет кончали она отвечает когда же это было я теперь кто теперь я хозяйственный вот я выбью там это парк это андакусть я рад ставку учителя я счастлив а ты мне предлагаешь вести уроки по истории но он и соль в этом фильме вот мэти то есть принципа или директор он как бы знает это все естественно но его главное работа быть совсем другие выполнить короче все другие и вот вы знаете вторая часть вот нашей жизни то что я называю кармическим литературе вы начнет литературе вы найдете это число судьбы я называю кармическим числом поскольку я больше тихотею восточных номеров там планеты другие и вот у меня последнее число вот это вот ну главное которую во второй половине ну примерно 35 лет я же этого не знал я понятия не имел я говорю честь вам и хвала то что вы сейчас находитесь здесь и пытаетесь узнать что это не значит что вам это все там будет достигнуть там высоты будете это делать но вы пытаетесь узнавать у меня не было такой возможности я ничего не знал знаете я занимался йогой был такой фильм индийские йоги кто они на может кто-то знает это был примерно 68 год вот я смотрел много раз я начал заниматься йогой то время вы думаете где-то было это все известно сам из дата русские какие-то были позы вот эти асаны герни хрена не было видно то есть где-то что-то кто-то там музыка какие-то вот эти вот были еще сейчас сейчас это слава богу все доступно открыто пожалуйста можно все это дело изучать более того можно ехать туда но проедем как таковую не все эти путешествия в это отдельная передача сейчас так сказать вот мы находимся в этом ивенте ну и поскольку есть такая какая-то возможность шумы посторонние и так далее ну вот мы беседуем так вот моя цифра это единица что такое единица а единица это солнце а что такое солнце а солнце это но в операции солнце это не то чтобы быть у власти вот президент да они солнце они светят ярко и солнце греет солнце может сжечь верно если неправильно пользоваться солнечными лучами но солнце может и греть верно и вот цари они те цели те цели которые знали ведические цели они опекались понимаете для них было не свое личное накопление материальных благ и власть а для них было вот эти подчиненные которые были люди за которых они были ответить это было главное потому что если у этих людей будет все хорошо и у нас будет хорошо то есть отдавая мы получаем не наоборот почему должны получать но до какого-то момента мы будем получать естественно карманом это позволяет а потом чем будет будет все наоборот тогда мы забыв о том что мы сами были причины этого вот тогда мы будем мучиться и задавать вопрос а почему мы такие бедные несчастные почему на нас валивается вот такие вот вещи почему болеем как мы можем помнить даже не обязательно было в этой жизни чем помню что было пять лет пять минут тому назад тоже не помню вот а то что было там когда нам было три четыре пять шесть семь лет мы чё-то помню конечно не 15-17 помню какие-то эпизоды может дать а то что было в прошлой жизни то что было позапрошлой жизни немножко отвлекаясь я опять вернусь к тому вот той книги о которой я говорил бога вадгита в этой книге описывается очень интересное событие оно происходило пять с лишним тысяч лет тому назад в 60 километрах север от хастинапура хастинапур это была столица и на этом поле она называлась поле битвы хорук шетра тут есть пересечения нумерологические всякие исторические пересечения курсская дуга на самая подлодка курс об этом мало кто говорит детский сад как это сравнил то что было но там на этом на поле битве описывается вот это вот то что происходило там в этой маленькой книжке которая называется бога вот причем эта книжка одна скажем как часть одного тома а тому много и это самые значительные сочинения сборник который когда-либо был написан на земле называется это махабхархи многие наверняка слышали за этого эпос но эта история создания нас это история создания мира вселенной эта борьба противобойств противодействия двух систем два клана будем так говорить пандавы и кауравы они уже для собой брендовали что самое интересное это были кровные братья удивительно пятеро и пятеро скажем так больше было но неважно вот то есть было два брата и один брат умер а второй брат должен был зайти на престол но он был слепым от рождения короче говоря вот они между собой в армии которые между собой сражались самое величайшее в истории человечества сражение где за 18 дней погибло 600 миллионов 600 миллионов 150 миллионов человек за 18 дней причем это только шатре только в воинов погибло почему ну там применялось совсем другое оружие типа ядерного сегодня дело не в этом а дело в том что арджуна один из братьев ангел он задал вопрос кришне кришне кришна был возничьим был ну всевышний той системы вот а послушать что ты все время такой молодой и почему ты все помнишь а я ничего не помню он говорит ты человек а я пол а людям нельзя давать возможность помнить свои прошлые жизни иначе будет полнейший дисбаланс полнейший расстраиваться скажем потому что люди не поймут не дать им возможно помнить и все перемешать они с ума сойдут кем только не были в предыдущих жизнях и качество которое мы получили в тех жизнях они у нас присутствуют только самое главное качество у нас одно вот пример солнечная система планет солнечной системы каждый из них выполняет свою функцию все они вместе работали понимаете поэтому сидеть на двух столях может на 3 очень удобно сами понимаете да то есть простой пример не знаю как у вас наверное у вас тоже сейчас я довольно давно уехал но вот у нас допустим выступает доктор на радио и говорит какой как он лечит и приходите ко мне правильно неправильно категорически доктор он муру он учит он учит как не болеть но если он про себя рассказывает это раскручивает самого себя тогда он уже является меркурием а меркурий это менеджер то есть не питер не может быть моркови или прилипитер или мерку других вариантов нет а муж хотим это такая информация хотим следовать следует не хотим не следует самый идеальный вариант коллица комбинация но сегодня кто хочет делиться никто не хочет всех хотят грести себя сами так работает мир понимаете вот эта личность будда он обучал боли он обучал как не быть привязанным чему-то кому-то то очень сложно я вам хочу сказать это очень сложно сделать я могу привести пример буду все время отвлекаться знаете в махабхарате бога водите а тем более еще шримад бхагава другое произведение серьезное пойдем танцевать хочу уже время пойдем нас зовут танцевать а а а а